Здравствуйте! На канале НТС Новости в студии Елена Кобзева. И Джолдош Исаков. И вначале коротко о главном. Писатель, менявший сознание людей, гражданин земли, безответно влюбленный в свою родину. Мир отмечает 90-летие Чингиза Этматова. Следом за Зилалеевым, кого еще можно привлечь по статье «Незаконное обогащение»? Недавний список чиновников, солгавших в декларациях, длинный. Политологи. Делами на Бабанова должна заняться комиссия национального масштаба. Мнение народа, опыт Бабанова нужен экономике Кыргызстана. Кому закон не писан, контроль за контентом ТВ-каналов не ведется. Собственные программы производят лишь крупнейшие телерадиокорпорации. К могиле великого человека, ушедшего из жизни, но и не из памяти человечества. Сегодня возложить цветы к мемориалу Чингиза Этматова в комплексе «Атабиит» прибыл президент Сорунбай Джейнбеков. 12 декабря к 90-летию со дня рождения выдающегося сыны кыргызского народа, ставшего всемирно известным литератором, общественным деятелем, дипломатом, гуманистом. На фоне ряда мероприятий, которые проходят по всему миру и, конечно же, в нашей республике, посетить место, где он был похоронен, не просто ритуал. В церемонии участвовали прежде всего родные и близкие Чингиза Этматова, также его друзья, первые лица государства, президент, глава правительства и Турагаджи Гуркукинеша. После возложения цветов была прочитана молитва. Кроме собравшихся, сегодня посетили также памятник жертвам политических репрессий 1937-38 годов, монумент памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года и мемориал памяти погибших в Апрельской народной революции 2010 года. Впрочем, это все, что было грустного в день рождения великого писателя, ведь 90-летие Чингиза Этматова сегодня широко отмечается во всем мире. Главное торжественное мероприятие по этому случаю проходило в столице, в Каргызской национальной филармонии. В ее холлах установили разные инсталляции и представили фотоэкспозицию, посвященную жизненному пути великого мастера. А уже на сцене приглашенных ожидало красочное действие с театральными зарисовками из произведения Этматова, а также размышлениями самого писателя, образ которого на сцене исполнял актер. Перед кыргызстанцами выступил и президент. Соран Вайджейнбеков отметил, что такие понятия, как «кыргыз», «манас», «чингыз» не могут быть разделимы, и живут они в сердце каждого кыргызстанца. По словам президента, чингыз Айтматов доказал, что карыгыз как личность способен конкурировать с мировыми интеллектуалами. Через каждое свое произведение Айтматов сумел донести до читателей всего мира о образ карыгыза. Но главное, к чему стремился наш выдающийся соотечественник, так это к изменению сознания каждого человека на планете, чтобы в людях было добро, справедливость и любовь. Государственная филармония собрала сегодня родных, друзей, коллег и поклонников творчества чингиза Айтматова не случайно. 12 декабря – день рождения классика. Сегодня чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет. С порога филармонии гости мероприятия оказываются в атмосфере жизни и творчества чингиза Айтматова. Все здания, каждый его уголок наполнены художественными инсталляциями, отражающими деятельность великого писателя. Гостей встречают образы из всем известных произведений классика. Не узнать их невозможно. Кто не читал, тому подскажут, кто же предстал перед посетителем. Я в роли Бугу-Ине, мать-олениха. То есть у нас сегодня, на сегодняшний день, посвященный к юбилею чингиза Айтматова, инсталляция от имени государственного цирка. Я сама воздушная гимнастка. До этого исполняла на воздухе, но сегодня на земле. Эта сцена как раз в тот момент, когда джуламана превращает мангурта, надевает на голову верблюжий этот, как называется, шире. Настоящее действие развернулось и на главной сцене. У некоторых зрителей на глазах даже наворачивались слезы. Сам Айтматов как будто наблюдал за созданными им же персонажами, за своей жизнью, то являясь сторонним наблюдателем, то действующим лицом. Впервые пошел в школу, она находилась недалеко от дома. Первые друзья, первые книжки, настоящий портфель с металлическим замком, первый учитель. Этим кадром несколько десятков лет, как и той истории, которую рассказывают публики. Многим она хорошо известна. До начала писательской карьеры чингизу Тарикуловичу пришлось пройти через многое. В 1937 году его отца арестовали. И 9-летний мальчишка стал в семье за старшего. А сколько книг он потом написал? Кажется, все, что он увидел и услышал, нашло отражение в его творчестве. А сколько фильмов снято было по этим произведениям? Они до сих пор служат прекрасным материалом для режиссеров, как отечественных, так и зарубежных. Вот и сегодня на сцене воссоздали образы из множества его произведений. Маленькие зарисовки заставили трепетать сердца многих присутствующих. Чингиза Айтматова отметил его юбилей почти во всех городах и районах страны. Он описывал великую эпоху, которую пережил кыргызский народ. Важные исторические события 20 века. Оставил нам неувидающие, не тускнеющие картины великих перемен в жизни нашего народа. Его выстраданные желания и сокровенные мечтания. Айтматов стал не только великим писателем, изменившим сознание людей, но и планетарной личностью, влияющей на мировую политику. Он стал не только духовным явлением в литературе, но и феноменом мировой культуры. Как отметил в своей речи глава государства, если глубоко вникнуть в духовное наследие и богатство Айтматова, то можно найти множество великих мыслей, как, например, такую. Чингисту Рикулович говорил, самое трудное для человека каждый день быть человеком. Быть человеком — сохранять человеческие идеалы, стремление к нравственной чистоте. Это и есть нравственный кодекс писателя. Эти слова являются завещанием писателя, его заповедью. Для каждого кыргызстанца Айтматов стал неотъемлемой частью нашего духовного мира. Повлиял на становление каждого из нас, как человека, как личности. Независимо от того, какой мы национальности, вероисповедания, политических взглядов, нас, кыргызстанцев, объединяет дух Айтматова. Чингиз Айтматов далеко вышел за обычные рамки писателя. Он стал философом, гуманистом, дипломатом. Он намного обогнал свое время. Этот год во всем мире связан с именем Чингиза Айтматова. Международная организация «Цирксой» объявила текущий год годом Айтматова. А Генеральная ассамблея ООН провела несколько широкомасштабных мероприятий, посвященных его юбилею. Конечно, у него были юбилейные даты, когда весь народ отмечал. Но когда мы семейно отмечали, это было очень скромно, сдержанно. И никто не ликовал, никто не кричал. А все было нормально. Все было как-то серьезно. Понравилось бы вам сегодняшнее творчество? Да, очень понравилось. Очень. Каждое произведение было подано так здорово. И чувствуется, что люди читали их, потому что они сразу понимали, то, что было на сцене. Целый год мы посвятили Айтматову. Был человек, теперь превратился в памятник. А люди, которые помнят Ченгизу Айтматову, они уходят из жизни. И очень важно, чтобы вот эта передача поколения, она осталась. А помнить о Ченгизе Айтматове будут еще много поколений. Его книги читают по всему миру. Произведения классика переведены на 150 языков. И каждый, кто берет в руки книгу, на обложке которой указано авторство Айтматова, продлевает память о нем. Ведь, как говорил писатель, человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его. Анастасия Соболева, Александр Семенов, НТС. Правоохранительные органы должны пересмотреть дела в отношении Омурбека Бабанова. А заявление Тамбаева должна проверить специально созданная комиссия. Об этом заявляют эксперты и рядовые каргастанцы. Заявление бывшего главы государства о том, что уголовное преследование бывшего лидера партии Республика не было обосновано юридически. Серьезный повод, чтобы начать следственные мероприятия, считают аналитики. Игорь Потанин продолжит. Заявления Омазбека Тамбаева о невиновности Омурбека Бабанова стали серьезным поводом для дискуссий на тему уголовного преследования политических лидеров. Учитывая тот факт, что экс-глава государства теперь открыто заявил, что заключения экспертиз по высказываниям бывшего лидера партии Республика игнорировались, дело должно быть не просто пересмотрено, оно должно быть закрыто. Такую точку зрения сегодня озвучивают эксперты. Экс-президент, говоря об этом, он еще раз доказал, что все, и без суда, без прокуратуры, все он дал указания, он дал все команды и так далее. Он вчера официально признал, что Якова даже просил от нового президента, что вас пустят. А мне кажется, новый президент тоже думает, мне кажется, но эта компетенция президента войдет или нет, я не знаю, я не юрист. Но все, открывшись с положением, мне кажется, будут смотреть. Теперь заявления экс-президента должны быть изучены специально созданной комиссией. Причем это должна быть не депутатская группа, как те, которые в последние годы создавались по различным громким делам, а именно национальная комиссия. Об этом накануне в эфире нашего телеканала заявил еще один бывший кандидат в президенты Адахан Мадумаров. Слова Алмазбека Атамбаева должны быть подвергнуты серьезному изучению, считает известный политик. Нужно обязательно создать комиссию национального статуса. Это не простой вопрос, это очень тяжелый вопрос. Эта национальная комиссия должна все выяснить. Пока не будет сделан соответствующий вывод, доверие народа к власти не будет высоким. Возможно, доверие будет только снижаться. Прекратить уголовное преследование у Мурбека Бабанова и дать ему возможность вернуться в страну требуют и избиратели. Простые граждане, которые следят за политической жизнью страны, говорят, что политические гонения только мешают государственному развитию. Бывший лидер партии «Республика» мог бы помочь руководству страны в решении вопросов экономического характера. Тем более, что в программе партии «Республика» и в предвыборной программе самого Мурбека Бабанова было много хороших идей. Ну, Бабанов, он молодой, энергичный, все грамотный, все знает. Если такие дела открывать, на любого чиновника у нас можно поставить. Самый высший эшелон до самого низкого чиновника. Всех можно пересадить. Это просто политика. Бабанов, да, он должен вернуться сюда. Конечно, просмотреть надо. Бабанов честный человек, он же вот Кыргызстан, хотя бы в Таргахстане были. Значит, Бабанов должен возвращаться к Кыргызстану. Он для Кыргызстана вначале очень хорошее дело делал. Кыргызстанцы помнят его. Я думаю, так, я тоже помню его. Какое решение примут власти страны в отношении Мурбека Бабанова, пока сказать сложно. Игнорировать заявление Алмазбека Атамбаева о том, что лидер республики был обвинен безосновательно, теперь вряд ли удастся. По мнению экспертов, вопрос снятия обвинений теперь лишь вопрос времени. Если компетентные органы не станут затягивать, это время можно было бы использовать с пользой для страны, говорят аналитики. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. В Бишкеке прикрыли цех по изготовлению поддельных документов на автомобиле. Как сообщает МВТ, организованная группа занималась контрабандой машин. Чтобы избежать таможенных пошлин, преступники подделывали свидетельства и технические паспорта, в том числе угнанных автотранспортных средств для их дальнейшей продажи. Задержано четверо участников банды. Свой офис они замаскировали под фотосалон. Там же оперативники нашли большое количество печатей, бланков и других поддельных правоустанавливающих документов государственного образца. Установлено, что таким контрабандным путем преступниками без уплаты таможенных платежей было завезено 111 автомобилей разных марок. Возбуждено уголовное дело. Вместо казны в собственный карман спецслужбы задержали помощника судьи Октябрьского райсуда Дуйшена Алмасулу. Он и несколько других сотрудников суда имеют отношение к ранее выявленной схеме с уничтожением административных протоколов за вождение в нетрезвом состоянии. Установлено, что именно в этой судебной инстанции избавились от 1395 таких материалов. В ГКНБ напомнили, что слушания судьями Октябрьского суда по факту не проводились, а деньги от штрафов присваивались работниками суда. Однако до сих пор, как отмечают спецслужбы, никто из них не понес наказание. Кроме того, в этой коррупционной схеме участвовали некоторые сотрудники ОБДД столицы. Они возвращали правонарушителям авто со штрафстоянки до принятия судебного решения. Декларации более 140 чиновников, переданные в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки. В документах, как сегодня сообщили в Государственной налоговой службе, обнаружены неполные и недостоверные сведения. В целом, говорят члены рабочей группы, к заполнению декларации чиновники подошли безответственно. Местами не отвечали, а где-то, то ли специально, то ли действительно, не по незнанию, не указывали данные по недвижимому имуществу. Более того, как выяснилось, многие госслужащие забыли не только, какое добро они имеют и в каком количестве, но порой забывали даже свой логин и пароль для входа в систему. А 7 тысяч госслужащих и вовсе воспользовались возможностью внести дополнение изменения в ранее заполненную декларацию. Благо, на это у забывчивых госслужащих было три месяца, с 1 апреля по 30 июня. В этом году, отметим, декларации принимались в электронном виде. Статья 47. Не предоставление декларации о доходах, имуществах и обязательствах, либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для прекращения службы по инициативе государственного органа, органов местного самоуправления. Но наличие приказа, как оказалось, многим не указ. 200 чиновников, по данным налоговой службы, до сих пор не заполнили и не сдали декларации. Причины разные. Кто-то в декретном отпуске, кто-то находится за пределами страны. 3000 человек, хотя сроки были до 1 апреля этого года, со сдачей документов опоздали. Из почти 59 тысяч поступивших деклараций на сегодня проверили только треть. Мало того, что специалистов не хватает, так как в рабочую группу вошли сотрудники из самой налоговой, так еще и многие документы заполнены на скорую руку. Много времени уходит на уточнение элементарных данных, как имя отчества. Некоторые декларанты или специально забывают, или специально путают виды имуществ. При проверке возникают сложности с определением движимого и недвижимого имущества. А как известно, чем ответов меньше, тем вопросов становится больше, рассказывает Мухай Нусупов. А с учетом того, что на каждого члена рабочей группы приходится по несколько сотен деклараций в день, работы еще не початый край. Вот у нас Иванов Сергей Петрович, ИНН, мы запрашиваем, нам дают информацию, скажем, Иванов и ИНН, а еще информацию, а могут дать еще информацию, Иванов И, Иванов А. То есть, понимаете, это вот когда на заре вот этих первых периодов приватизации вот это вот оформлялись, и очень вот это сопоставление вот этих данных очень много занимает время. Тот ли Иванов? Тот ли Иванов? Не тот ли Иванов? Вот это очень, времени у нас очень много отнимало у рабочей группы. На сегодня проверка деклараций ведется поэтапно. Вначале смотрят, кто вовремя сдал, а кто нет. После сверяются свежие данные с прошлогодними, а затем, насколько правдиво все указано. Если доходы чиновника по сравнению с прошлым выросли на 100 тысяч сомов, а расходы на 300 тысяч сомов, то его декларацию будут изучать более пристально. Проверяющие имеют право запрашивать дополнительные сведения, как и по месту работы, так и у самого чиновника. Только не всегда срабатывает обратная связь. По итогам проверки рабочей комиссии в соответствующие министерства и в банковские учреждения направлен не один запрос по конкретным госслужащим. Но многие ответили, что информация является тайной. Пока в Генеральную прокуратуру направлены материалы по декларациям более 140 чиновников. На сегодня, сообщает в надзорном органе, нарушение при заполнении декларации допустили и работники МИДа, и районных администраций, судьи, как и действующие, так и прекратившие свои полномочия, и даже сами прокуроры. В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности в отношении 11 сотрудников Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, Генеральной прокуратурой внесено представление в правительство Кыргызской Республики. Также к административной ответственности по статье 400 прим. 3 части 2 кодекса об административной ответственности привлечены 3 сотрудника районной госадминистрации, а также 4 сотрудника Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики. Кроме того, приказом Генерального прокурора Кыргызской Республики за допущение нарушений при заполнении декларации к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников органов прокуратуры. В парламенте, как и в самой налоговой службе, которая в этом году впервые столкнулась с проверкой задекларированного имущества, говорят о том, что в этот закон нужно внести изменения. Если парламентарии настаивают, что они действительно личные и в целях безопасности открыто публиковать их декларации не стоит, то налоговики предлагают увеличить их полномочия. На данный момент они не имеют права проверять родственников декларанта, хотя на них, и это не секрет, большая часть имущества и оформляется. Чиновники, которые так или иначе наворовали, они постараются не на себя оформить, они постараются где-то... Поэтому он может написать на дальнюю родственницу миллион долларов, она заработала за всю жизнь. Но поскольку она первый раз дает декларацию, с нее спроса не будет, где ты взял. Она не обязана будет доказывать, где заработала. Она может сказать, я в Москве подметал улицу, заработал миллион долларов, и от ответственности уйдет. Чиновникам, которые не все указали в декларациях о доходах, расходах и сведениях об имуществе, грозят, по идее, серьезные неприятности, вплоть до возбуждения уголовного дела незаконным обогащений, либо по статье о легализации преступных доходов. События последних дней показывают, что такие проверки, судя по всему, уже начались. Общая сумма денежных средств, обнародной церкви чеки, 889 тысяч 900 долларов в США. Но продолжатся ли? В начале октября Госналоговая служба называла почти 1200 человек, допустивших нарушения, при заполнении единой налоговой декларации, в числе которых были сотрудники МВД, МИД, Генпрокуратуры, Верховного суда. А за месяц до этого секретарь Совета безопасности Дамир Сагымбаев сообщал, что из тех, кто сдал документы, 833 человека занимают высшие административные должности, и предварительно 50 из них в своих декларациях указали весьма скромные данные. Кто эти чиновники, не сообщается. Эльнор Абекпасарова, Ирлан Камильбеков, НТС. Трагический случай произошел в селе Новопавловка. Накануне там убили молодого отца семейства. Его зарезал сосед. В милиции рассказали, что преступление произошло вечером. Сообщение об убийстве к ней поступило в полседьмого. По приезду на место сотрудники обнаружили тело мужчины со смертельными ранами в области груди и живота. На него напал пьяный сосед, которого задержали по горячим следам. По данным следователей, погибший пытался успокоить скандалящих супругов в соседней квартире. Мужчина был пьяный, и они громко ругали с женой. А у погибшего с супругой был грудной ребенок, из-за чего он решил попросить соседей не кричать. Но он рвался на агрессию. Через несколько минут подозреваемый стал стучаться и попросил выйти с соседа. А когда мужчина открыл дверь, то нанес ему ножевые ранения. Напавший во дворен в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье убийства. Минувшей ночью в селе Таркент Татагульского района сгорел Дом культуры. А вместе с ним и сельская библиотека. По данным МЧС, площадь возгорания составила 455 квадратных метров. С огнем боролись три пожарных расчета. В одной из комнат располагалось книгохранилище. Пламя уничтожило 11 700 книг. Специалисты уже подсчитывают материальный ущерб от пожара. Отметим, что Дом культуры был построен в 1948 году. Одно и то же лекарство должно быть по одной цене. В Кыргызстане с начала следующего года введут государственные регулирования цен на медицинские препараты. Об этом сегодня сообщил глава фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев. Ряд депутатов высказал критику по поводу ситуации на лекарственном рынке, где наблюдается полная анархия в вопросе цены регулирования. Когда разница в соседних аптеках может составлять более сотни сомов на одно и то же лекарство. По словам Калиева, ранее контролировать этот вопрос Минздрав был неуполномочен. Но на сегодня, соответствующий закон принят, и с 2019 года регулирование этого процесса начнется. Каким образом заставить телеканалы, транслирующие пиратский контент, соблюдать авторские права и работать в рамках закона? Этот вопрос сегодня снова обсуждали юристы, специалисты из Кыргызпатента и представители масс-медиа. По словам последних, в курирующем эту сферу ведомстве Министерстве культуры, информации и туризма как будто и не заинтересованы в исполнении норм закона о телерадиовещании, который они сами и инициировали. По крайней мере, рычаги давления для пресечения незаконной ретрансляции чужого продукта частными телеканалами у них есть. Контент телеканалов, отмечают руководители законопослушных телерадиокорпораций, легко отследить. И тех, кто не соблюдает авторское право и нормы кыргызского законодательства, нужно просто лишать лицензии. Кстати, разрешительные документы на ведение этой деятельности выдаются этим же министерством. При этом, как отмечают эксперты, стоимость такого разрешения символическая, а четких критериев, при исполнении которых желающим разрешается вести медийную деятельность, до сих пор не существует. По прогнозам экспертов, с приходом цифрового телевидения, не имеющие своего контента телеканала, не выдержав конкуренции, должны были исчезнуть с медиарынка Кыргызстана. На деле этого не произошло. Пренебрегая всеми требованиями по соблюдению авторских прав, пиратским способом, частные телеканалы ретранслируют не только зарубежный, но и отечественный контент. Ведущие телерадиокомпании пока ограничиваются лишь недовольством. Ни одного заявления о нарушении авторских прав Крыгызстан еще не поступало. Пока таких нет прецедентов, но здесь, видите, здесь все-таки это частное право, и мы Крыгызстан, к сожалению, не обладаем, может быть, к сожалению, не обладаем контролирующими правоохранительными функциями. Поэтому вот с нашей стороны это в части разъяснения, в части предупреждения, в части проведения вот таких подобных мероприятий. Но любая организация, как третье лицо, как частное лицо, может обратиться как в суд, так и в правоохранительные органы заявления. И если у них будет на руках вот этот регистрирующий наш патент, наше свидетельство, что они зарегистрировали свое право, это уже служит, конечно, таким достаточно большим таким доказательством, что это их контент. Согласно Уголовному кодексу, нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей без согласия автора юридическими лицами наказывается от 5 до 10 тысяч сомов, либо лишением свободы от 3 до 5 лет. За 2016 и 2017 годы за нарушение авторских прав было вынесено 12 судебных актов о наложении штрафов. Прецедентов привлечения к уголовной ответственности пока еще не было. Споры, связанные с защитой нарушенных авторских прав, он на самом деле является очень сложным, поскольку само по себе законодательство, оно узконаправленное, специализированное, поэтому то, что сегодня мы подписали меморандум, вернее, наша высшая школа правосудия, с крыкспотентом, это, я думаю, будет оказана большая помощь, это судебной системе по рассмотрению этих дел, категории дел. Будет некая специализация судей по работе и по разрешению данных споров. Согласно закону о телерадиовещании, не менее 50% эфира должны составлять отечественные телерадиопрограммы. Не менее половины времени вещания должно вестись на государственном языке. В качестве одной из мер борьбы с незаконной ретрансляцией предлагалось пресекать размещение рекламы на таких телеканалах. Ничего этого до сих пор сделано не было. Пока ни один из этих механизмов не задействованный. Министерство культуры и информации и туризма говорит о том, что у телеканалов нет такой возможности. Оно говорит о том, что у них нет технической возможности вести мониторинг. А мы говорим, что есть. Можно использовать, допустим, возможность Крыгостелекома, РПО, РМТР. Ну и в конце концов мы можем в этом помогать. У Министерства культуры такая мягкая позиция. У нас позиции немножко отличаются. У нас более жесткая позиция. Мы говорим о том, что пора уже работать, пора уже приводить в чувство эти пиратские каналы. Все-таки стараться выполнять нормы законов, которые были введены в мае прошлого года. Кроме того, по словам экспертов, необходимо ввести определенные критерии при выдаче лицензии на ведение трансляции. Сейчас такое разрешение стоит всего 35 тысяч сомов. При этом за нарушение законодательства пока еще не был привлечен ни один телеканал. Боты с Айфолтебека, Набекулу, НТС. И дольше века за два часа Кыргызский драматический театр представил полную версию знаменитого романа в одном спектакле. На сцене впервые за 30 лет смогли показать одно из самых больших произведений Айтматова от начала до конца. Но, разумеется, в художественном усеченном варианте. За режиссуру этой постановки взялся нынешний руководитель театра Назым Миндибаиров. Коллектив за работу взялся опытный, но и они переживали. Зато удастся ли им сохранить целостность романа и не упустить какие-либо важные детали, которые не просто так описал Айтматов. На сцене и Эдигей, и Казангаб, Абуталип и его семья. Следователи Танцегбаев и, конечно, образ Найман-эне как символ безграничной материнской любви к ребенку. Премьера имела успех. Ко дню рождения великого Айтматова спектакль стал отличным подарком. Впервые за последние три десятка лет на сцене Крыгызского драматического театра самый сложный в постановке роман Чингиза Айтматова и дольше века длится день. Ранее зрителя представляли лишь отрывки из произведения, и только ныне покойному режиссеру Искандеру Рыскулову удалось охватить его полностью. Успешный опыт выдающегося мастера-режиссуры решил повторить нынешний художественный руководитель театра Назым Миндибаиров. Мы попытались полностью передать роман. Ну, конечно, в сокращениях, потому что все это передать невозможно. Очень много спектаклей было по роману. И гениальные, безусловно, гениальные были спектакли. Наверное, нам не переплюнуть, но все равно хотели как что-то, что-то передать нашему зрителю. Ну, сейчас выставляем на суд зрителя, потом посмотрим. Спектакль начнется необычно. Здесь и смерть Казангапа, и воспоминания Дигея. Последние приготовления перед премьерой. Здесь, за кулисами, артисты приоткрыли завесу тайны театрального действия. Но всю прелесть постановки можно понять, лишь оказавшись в кресле зрителя по ту сторону сцены. Главная интрига – это художественные приемы, которые будет использовать режиссер, чтобы передать атмосферу того времени и доподлинно воспроизвести известное произведение. Бескрайняя степь, затерянный в ней буранный полустанок. Единственное, что связывает местных жителей с внешним миром – это железная дорога. И здесь, среди петров и песков, живут люди. Они пережили войну и переживают послевоенное время. Всю свою жизнь занимаются тяжелым физическим трудом, чтобы по железной дороге шли поезда. Но и в этой, казалось бы, однообразной жизни есть и радости, и печали, и зависть, и предательство. Один из цинических образов Абуталиб Кутыбаев – это он пишет рассказ о жизни поселка, о себе, родных и соседях, чтобы в будущем передать его своему сыну, дабы мальчик знал свои корни и свою историю. Но кто-то донес в НКВД, что Абуталиб пишет крамольные вещи, и вот он и вся его семья на допросах. Роль следователя Танцыгбаева исполняет известный актер Атаю Мурбеков, и, как признается сам артист, персонаж его только кажется отрицательным. «Сведователь Танцыгбаев, он, для всех говорят, что он, да, он может быть злодей, плохой, я так не думаю. Это просто он верный, верный слуга этой идеологии, верный, как бы сказать, пёс своего дела. И я почувствовал, я это увидел в нём, что он был прям самым лучшим, может быть, следователем в НКВД, самым-самым таким». Один из самых драматических моментов спектакля, когда Зарипа и их маленький сын Эрмек узнают о гибели Абуталипа. Маленький ребёнок не хочет верить в то, что его отца больше нет. С тех пор каждый день мальчик выходит к железнодорожному разъезду и ждёт, что очередной поезд обязательно привезёт его отца. Один из ключевых персонажей Наймана Ни. Женщина появляется на сцене на протяжении всего спектакля. Со сцены она призывает зрителя помнить и чтить свою историю, своих родителей, свои корни. Финальные сцены. Зал взрывается овациями. Теперь с уверенностью можно сказать, что зритель замысел режиссёра оценил и, что называется, поверил артисту. Мы получили эстетическое удовольствие от спектакля. И плакали, и смеялись на протяжении всей постановки. Такое ощущение, что мы прожили эту историю вместе с героями. В такие моменты ещё раз убеждаешься в величии и таланте, чем не Зайдматова. Очень понравился спектакль. Кажется, я всё слёзы выплакала, когда смотрела. Особенно эпизод с маленьким ребёнком. Просто блестящая работа актёров. Слов нет. Театральные критики уже успели дать свою оценку постановки Назыма Миндебаирова. Оценили и работу трупы, и декорации. И по признанию мэтров театрального искусства ко дню рождения великого писателя этот подарок один из самых лучших. Сабина Дамаскинамы, Рим Ташибекова, Диаса Кимбаев, НТС. В Кыргызстан приехал цирк известного дрессировщика, представителя цирковой династии запашных Мстислава Запашного. С собой знаменитые циркачи привезли своих любимых питомцев – тигров. Колонна артистов столицы встречала Сабина Дамаскина. Встроенная колонна из восьми грузовых машин цирк народного артиста России Мстислава Запашного впервые проезжает по улицам Бишкека. Представителя известной цирковой династии в Кыргызстане ждали давно. Некоторое время назад в городе появились афиши запашных в этих больших грузовых машинах и группа артистов, и декорации, и, конечно же, дрессированные животные. За рулем – сам народный артист. Каждый номер по-своему индивидуальный. Сделай эту программу, посвятил основным жанрам циркового искусства. В основном это дрессура, дрессура собак, дрессура медведей, дрессура лошадей, дрессура тигров, естественно. Представление обещает быть грандиозным на манеже и колесо смерти, и акробаты, и жонглеры, и чудеса дрессуры, воплощенные в уникальные номера с участием тигров и медведей. Ну и, конечно, в новогодние праздники зрители поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Во время антракта, экскурсии в закулисье цирка и знакомства с животными. Такая программа удивит и взрослых, и детей. Билеты уже сегодня можно приобрести в кассе и на официальном сайте Мстислава Запашного. Более подробную информацию можно узнать по номеру 0509 590 590. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Это была вся наиболее заметная информация уходящего дня. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин